Заметки Электрика Я расскажу, что этот щит меня достаточно впечатлил, как по внешнему виду, так сказать, дизайну, так и по удобству сборки и монтажа. Причем не меньше, чем известные и распространенные в настоящее время щиты серии MiStral 41 от ABB и Mini Pragma от Schneider Electric. Но обо всем по порядку. Итак, щиты разделяются на навесные ЩРН-П и встраиваемые ЩРВ-П. Третья буква в аббревиатуре которых и говорит об их разделении. По количеству модулей щиты выпускаются от 4 до 36 с количеством рядов от 1 до 3. Таким образом, вы без проблем можете подобрать для себя необходимую комплектацию. В качестве примера рассмотрю навесной пластиковый щит ЩРН-П на 24 модуля. Щит продается вот в такой красочной упаковке, на которой отображены все его основные характеристики. Номинальный ток устанавливаемых устройств не более 100 ампер. Электрическая прочность изоляции 660 вольт. Материал корпуса щита ABS пластик. Материал дверцы поликарбонат. Степень защиты корпуса при закрытой дверце IP41. Класс защиты от поражения электрическим током 2. Ну и масса чуть более 1 кг. Как видно по габаритам, навесные щиты смотрятся не настолько уж и громоздко. Поэтому, если вам не хочется выдалбливать стену для встраиваемого щита, или же толщина стены не позволяет его установить, то без проблем можно воспользоваться навесным вариантом. Вот вид с открытой дверцей. Сразу бросается в глаза, что дверь открывается широко. Более чем на 180 градусов. Это очень удобно, как при установке щита, так и при его дальнейшем обслуживании и эксплуатации. В статье про установку трехфазного счетчика с тремя тросформаторами тока в щит с монтажной панелью ШМП я упоминал о том, что дверца того щита открывалась всего на 105 градусов. Что было очень и очень неудобно при монтаже. Сразу озвучу тот факт, что у данного щита можно сменить сторону открывания двери. Просто напросто здесь снимается дверь с двух защелок и переставляется на другую сторону. Дверца щита запирается с помощью пластикового замка защелки с нажимным механизмом, который удерживает ее от самопроизвольного открытия. Нажимной замок защелка, вот он, является усовершенствованной новинкой EEC. Теперь дверь можно открывать и закрывать без каких-либо усилий, легким нажатием на обозначенную окружность на дверце. Все, дверь закрыта. То есть она уже не открывается. При повторном нажатии дверь открывается. Открыто. Кстати, в комплекте к щиту прилагается резервная защелка на случай поломки первой. Ну что сказать могу? Хорошая забота потребителя. Но учтите, что вместо замка защелки нет возможности установить замок с ключом, как у некоторых других серий щитов. А значит у вас не получится ограничить доступ к щиту посторонним лицам или маленьким любознательным детишкам. Дверь щита имеет симпатичный синий прозрачный цвет. Причем имейте ввиду, что у щитов серии Prime дверей с другими цветами нет. А ведь иногда этот факт может являться основополагающим при выборе и покупке щита. Вдруг потребителю захочется приобрести щит с дверью под цвет дизайна и интерьера, а синий прозрачный цвет ему не подходит. Внешняя панель крепится к основанию щита с помощью четырех пластиковых винтов. Вот они здесь расположены. Здесь я хотел бы отметить один положительный момент. При открытой дверце доступ к крепежным винтам не перекрывается, как у многих встречающихся мне бюджетных щитов. Как же порой неудобно выкручивать крепежные винты, когда часть их перекрыта корпусом дверцы. В этом случае приходится маяться и вставлять отвертку под углом, либо на время установки внешней панели и вовсе снимать дверцу. В общем, кто сталкивался с такой ситуацией, тот меня поймет. Здесь такого не наблюдается. То есть вот я спокойно откручиваю крепежные винты внешней панели. Да, кстати, с помощью одного из таких винтов, вот он находится здесь в левой части, в верхнем углу, щит можно полностью опломбировать. В специальный паз, здесь вот имеется паз, продергивается проволока для пломбы, соединяя между собой внешнюю панель, щита и вот этот самый крепежный винт. Хорошая альтернатива для тех, кто не хочет использовать другие способы опломбирования вводных коммутационных аппаратов. Например, боксы, пластиковые боксы, либо пластиковые заглушки, либо наклейки и тому подобное. Ну вот мы и добрались и до внутреннейся щита. Внешнюю панель снимаем. Основание щита показалось мне прочным, но при этом оно сильно гнется. Вот видите, я его немного изгибаю. Или вот в эту сторону. Хотя имеет достаточную толщину. Видите, толщина приличная. Но я считаю это не критичным, ведь мы приобретаем щит не для того, чтобы его гнуть, а для установки на стену или другую жесткую и прочную поверхность. Для этого с обратной стороны основания указаны расстояния между крепежными отверстиями. Вот здесь вот имеется расстояние 305 на 260. А что, хорошая подсказка для монтажника. Сразу известны расстояния на случай, если вдруг разметку решите делать без прикладывания щита к стене. В щитах других производителей в комплекте иногда приложен картонный шаблон для разметки, которым очень удобно пользоваться. Прикладывается шаблон к стене, отмечается крепежное отверстие на стене и готово. Хотя, скорее всего, здесь это и не потребуется, так как имеется не менее полезная фишка. Как вы успели заметить, в корпусе щита имеется встроенный пузырьковый уровень, с помощью которого сразу можно установить щит по уровню и отметить необходимые крепежные отверстия. Очень полезная опция, особенно для тех, кто не носит с собой на объект уровень или у кого его и вовсе нет. Правда, вот щиты комплектуются уровнем только от 18 модулей и выше. В крепежных отверстиях сделаны пластиковые заглушки. Правда, если честно, то я не понимаю их необходимость. Ведь их все равно не видно снаружи щита. Всего в щите имеется два ряда с динрейками. Ну, один ряд я сейчас вот снял. Вот он. Каждая динрейка крепится с помощью вот такого пластикового держателя к основанию щита. Но здесь хотел бы отметить одно неудобство. Почему ЕГ не изготовил... Почему ЕГ не изготовил между каждым рядом динрейки вертикальные соединители? Например, вот так. Таким образом, получилась бы цельная рама с динрейками и аппаратами защиты, которую можно целиком установить на основании. Естественно, что сборку схемы щита в таком случае можно проводить в теплом, комфортном, а главное, в чистом месте. В нашем же случае схему щита придется собирать так сказать, в спартанских условиях на месте его установки. Когда за спиной могут вестись строительные работы, может быть шум, различные вибрации и в щит с легкостью может попасть различный строительный мусор, пыль, грязь и тому подобное. К тому же, представьте себе, если данный щит установлен под потолком. Не удивляйтесь, такое бывает нередко. Тогда помимо подключения отходящих кабелей, там же, за потолком вам придется собирать всю начинку щита. Расстояние между центрами Денреек составляет 150 мм. Но при необходимости его можно немного уменьшить, переставив данный пластиковый держатель. Основание щита не имеет боковых стенок, что несколько облегчает производство в нем монтажа и расключения проводов. Правда, вот, с боковых сторон щита места явно маловато. Это вот у меня еще не весь ряд заполнен. Ну, а так место как бы впритык. Но ничего страшного, зато в данном щите регулируется глубина установки Денреек. А значит, прокладывать жгуты проводов можно прямо за ними. свободного места там предостаточно. Смотрите сами. Места вполне хватит. Глубину установки Денреек можно регулировать 8 или 9 положений на случай того, если у вас за Денрейками проложен большой пучок или жгут проводов. Для этого на пластиковых держателях имеются специальные пазы. в основании щита имеются перфорированные отверстия различного диаметра для ввода кабелей и труб прямо в щит. Если ввод кабель осуществляется сверху снизу или по бокам щита то необходимо использовать пластиковую вставку она идет в комплекте на которой также имеются перфорированные отверстия для кабелей гофрированных пластиковых труб разных диаметров пластиковых правда при этом для вставки необходимо сделать вырез во внешней панели а саму вставку закрепить к основанию щита с помощью двух саморезов которые также идут в комплекте если живот кабеля в щит будет осуществляться с помощью кабель канала то во внешней панели необходимо вырезать окно под размер вашего кабель канала ранее в щитах такого я не встречал опять же налицо явно забота о монтажниках вот видите здесь уже имеются готовые готовая перфорация под различные размеры кабель каналов в комплектацию щита SHRNP серии Prime OTX входит латунные шинки 2 штуки на 4 группы и 2 штуки на 10 групп пластиковые держатели для шин 2 штуки пластиковые крышки для держателей 4 штуки крепежный комплект и наклейки для подписи для подписи установленных в щите устройств вот берется шинка вот я ее вставил в держатель и сверху закрывается пластиковыми крышками установил готово ну то есть я здесь вот сейчас одну установил вам показал здесь у меня еще установлены две шинки вот этими пластиковыми крышками обеспечивается фиксация шин в держателе таким образом шина получается изолированной что обеспечивает защиту от случайного к ней прикосновения для подключения жил кабелей и их затяжки в держателе имеются специальные прорези в один держатель можно установить сразу несколько шин вот например одна шина ПЕ которую я установил прямо при вас и две шины нулевые при установке нескольких УЗО на групповых линиях в любом случае без пары тройки нулевых шин в щите не обойтись держатели с шинами можно установить как сверху так и снизу основания как вам удобнее что является необходимым и современным решением крепятся они с помощью защелок и какого-либо инструмента для снятия не требует раз и два все шина установлена правда вот установить можно всего лишь один держатель вверху и один держатель внизу кстати данный держатель шин мне чем-то напоминает суппорта как у старых щитов ЭБИБИ пользуясь случаем хотел бы обратиться к представителям ЕЭК у данного щита да и не только держатели имеют белый цвет почему бы вам не посмотреть в сторону современных европейских щитов и не сделать держатели цветными согласно требованию ПОЯ по цветовой маркировке например для нулевых шин синие держатели для шины ПЕ зеленые в таком случае заглянув щит сразу станет понятно где шина Н где шина ПЕ в принципе реализовать это не так уж и сложно и сильно на стоимость щита повлиять не должно зато какая забота о потребителе и какой шаг вперед не менее важным преимуществом щита ЩРН П серии Прайм ОТЭК безусловно является его стоимость ну судите сами цена данного щита на 24 модуля составляет около 1000 рублей для сравнения аналогичный пластиковый навесной щит серии Мистрал 41 от АББ на также на 24 модуля с прозрачной дверью стоит порядка 3000 рублей то есть в 3 раза дороже еще для сравнения пластиковый навесной щит серии Мини Прагма Нью от Шнайдер Электрик и тоже на 24 модуля с прозрачной дымчатой дверью стоит порядка 3100 рублей то есть также в 3 раза дороже стоимость щитов я взял по розничной цене сайта ЭТМ на дату публикации видео как видите разница по стоимости налицо итак в данном видео я поделился своими впечатлениями о щите HRNP серии Prime OTX на 24 модуля рассказал в подробностях о всех его достоинствах и выявленных недостатках также указал некоторые моменты которые по моему мнению можно было бы изменить у данной серии в заключение хотел бы отметить что данный щит имеет вполне приличный дизайн и удобную конструкцию для сборки и монтажа что однозначно делает щит по-настоящему конкурентоспособным и востребованным продуктом на рынке к тому же за такую приемлемую цену на этом пожалуй все я лишь поделился и высказал свое мнение о данном щите в любом случае решение по выбору щита того или иного производителя остается исключительно за вами если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был Дмитрий автор сайта заметки электрика до новых встреч и напоследок хотел бы задать вам вопрос щиты каких производителей и серии вы предпочитаете поделитесь поделитесь с нами в комментариях под данным видео поделитесь до новых до новых сайта до новых Продолжение следует...